В этом стареньком покосившемся домике на окраине Бишкека живет пенсионерка Акбель Жантой Роева. Едва сводит концы с концами, денег едва хватает на продукты питания. Пенсия у одинокой бабушки мизерная. Одна надежда на единственного сына. Ее родные дочери живут с мужьями раздельно, а сын находится в СИЗО по обвинению в тяжком преступлении. Вот только преступление это он не совершал, говорит не только его мать, но и юристы. Обвинение сотрудники Ленинского РОВД построили на показания одного человека, не допрашивая других свидетелей. 2 ноября 2022 года Бекназар встретился со своими приятелями, когда те распивали спиртные напитки. Компания позже направилась в баню, а хозяин остался дома. Вечером выяснилось, что хозяина дома избили неизвестные. Тогда Бекназар несколько раз вызывал скорую помощь, но врачи первой скорой помощи отказались оказывать медицинскую помощь мужчине. Бекназар вызвал скорую помощь во второй и в третий раз. И только после этого врачи приехали, но было уже поздно, мужчина погиб. Второй раз вызывать нету, потом через 15 минут еще раз звонит, три раза. После этого где-то 12 часов 40 минут или 42 минуты подъезжает скорая медицинская помощь. Там Мухаева с водителем приезжает, врач скорой помощи Мухаева. Она видит состояние дома, о том, что там все вомжи, все воняют, алкоголики там. Видит это вот, так посмотрела, живой, спрашивает. Он отвечает о чем-то. Но факт, что они пьяные. Харумшак начинает дизелить тоже им, орать, кричать. То делайте, это делайте, лепте им командовать. Она как бы не испугалась и вышла. Не оказывала абсолютно никакой помощи. Даже артериальное давление не проверила. После этого там Мухаева уговаривает ее водитель. Ну, его забыл фамилию данную. Водитель, он пожилого возраста, мужчина. Предлагает ей, если там алкоголики, зачем? Давай, поехали, сообщим милиции. Вот так и уехали. Услышав это слово о том, что милицию надо вызывать, Харумшаков начинает возмущаться. Почему милиция? Зачем милиция? Надо медицина, помощь надо. Милиция чем поможет этому человеку? Сотрудники Ленинского РОВД возбудили уголовное дело только по показанию одного человека, собутыльника погибшего, Аджбека Малабекова, человека без определенного места жительства. Он, по словам стороны защиты, указал на бег Назара Харумшакова. Мол, он избил потерпевшего. Сам бег Назара, по его словам, никого не избивал. Об этом он говорил и на допросе. Кстати, допрос проводился с особой жестокостью. Вот что пишет сам задержанный в письме обращения на имя президента и главы ГКНБ. По его словам, милиционеры его избивали, пытаясь заполучить признательные показания. Пытали и единственного свидетеля, Аджбека Малабекова. Все остальные ничего не знали и не помнили. По словам стороны защиты от бомжей, они ничего внятного не услышали и сделали виноватым бег Назара Харумшакова. Мене башыма, бетіме, өккөмі, қабырғаларыма, бүйрекі, айосуз ұрып тевіп башташты. Джонайт басам башына пакет кейгізіп, өлгіше тепкілейбіз. Бұл жақтан өлгің шығат тештей. Оқтабой көп көчейін ұрып тепкілеп жатышты. Ошоу мезгілді. Мала Беков Аджибек корректурды өсімінен ғош отырған. Көп ұру ұрып тәрдік. Мар appear ұрып бар kennес, «Быіт қарымшақты бұл. Бұjұрып хау ұрып намалаларший инатбір��, Бі settіímін көп, екgunің шығата świалаларды, көте біне біртінді Құрынуласаю ар retrouverға табасы, яған дәрірін. Бұл сұрып отырған, что я увидев, потому что ему нужна медицинская помощь, я начал вызывать скорую. Три раза звонил со своего номера в Японию. Это установлен в суде. Мы даже получили из скорой медицинской помощи его голос, который вызывал, во сколько вызывал, кто принял, кого отправили и так далее. Три раза звонил скорую. Но потом, тогда уже сотрудники не смогли добиться от Харамшакова ничего. Потом с теми уже начал работать. Харамшаков, то есть Аджибеки, Даннисов, они шугливые, алкоголики обычные. Их потом, они тоже говорят в начале, вот, они если два-три часа ночи доставили, до утра сидят они, до утра они уговаривают, пугают туда-сюда. Потом в конце, вот, 3 ноября 22-го года почти добились они, получат показания, то есть согласятся от Харамшакова показания взамен на свободу. К слову, Бекназар ранее судим за убийство и кражу, но настоящего убийцы милиционеры Суклукского РОВД нашли, тогда мужчину оправдали. После этого случая парень уже потерял доверие милиции и, возможно, после задержания в новостройке показал эмоционально свое недоверие, считает адвокат задержанного. После чего милиционеры решили его проучить, подговорив собутыльников потерпевшего. Харамшакова подошел, начал скорую вызывать, тот отказывался от оказания, от получения медицинской, скорой медицинской помощи, а Эль-Чиева отказывался, он был живой, да? Все вот эти алкоголики, сопутательники этого, Эль-Чиева, они тоже утверждают, что живой. Врач Мухаева приехала, он еще живой. А потом уже, в последующем, второй, третьей скорой, когда подъехал, уже наступит смерть, да? Но все равно предъявили убийство, умышленное убийство. Ну, как, если даже вот так разобраться, да, смерть наступила. Там статья 130, нанесение тяжких телесных повреждений, смерть поступает от полученных телесных повреждений. То есть, там, длится на некоторое время. Плюс к тому, Харамшакова показывает, что он худой, говорят, был, ну, живот у него такой. То есть, у него примерно болел этот... Печень, печень, ну, видимо, разлагался. Вот о том, что печень болел, по этому поводу, врачи даже не осматривали. Смерть от чего наступила, тоже никто не знает. Ахпейль Джентуроева надеется на главу государства и председателя ГКНБ. Только они могут поставить точку в этом непростом деле. Ахи-катчылық болш керек. Ушылсы дырзап арыпқа қайрылайын, ташиыпқа қайрылайын. Мен нақуалынды қарап, анын ақтығын қарап, чығарып естедеп сұрана. Ушыл бұл едет, жалғыз яшайым. Күшін да ғыздарым кына кетіп қалуаттың біргем ғыздар деген. ғыздар өзінің үйгінесі бар екен.